Резко вправо повернул, а там ямы были. И, короче, упал. Кстати, сначала не смог. И боли совсем не почувствовал. На коньках Анатолий не стоял несколько лет. И в первые новогодние дни решил вспомнить никогда любимое увлечение. На центральный каток Волокжанин отправился вместе с друзьями. Вместе с ними же уже после сидел в очереди в центральный травпункт. Тут походил, думал, просто выехал. А ночью проснулся от боли. Температура и в итоге перелом со смещением. Переломы, ушибы и вывихи. Ежедневные очереди, в которых десятки пациентов. Уже по традиции в новогодние каникулы для вологодских травматологов наступает горячая пора. 937 первичных обращений с уличными, с бытовыми, с криминальными травмами. Кто-то шёл, кто-то поскользнулся, кто-то упал, кто-то на катке. Ещё полсотни волокжан пострадали на дорогах области. Пять человек в результате ДТП погибли на месте. В сводку инспекторов ГИБДД попали и больше 8 тысяч вологжан – нарушителей правил дорожного движения. От управления транспортными средствами за нахождение в состоянии алкогольного опьянения отстранены 440 водителей. Скоростной режим превысили более 6 тысяч человек. Пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения, было зарегистрировано порядка двух тысяч. Что стало причиной этого ЧП, сейчас выясняют следователи. В Рождество в Кирилловском районе в Кювет съехал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Волок до Вытигра. Никто из пассажиров не пострадал. Выбраться из салона автобуса им помогли спасатели. Спасатели наряду с другими спецслужбами 5 января работали на улице Южакова в Вологде. Около полудня неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в помещении одной из местных аптек заложено взрывное устройство. Прибывшие на место оперативники ничего подозрительного не обнаружили. А вот личность телефонного террориста установили сразу. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело. В целом, отмечают полицейские, новогодние каникулы на Вологодчине прошли спокойно. Круглосуточно во всех населенных пунктах велось усиленное патрулирование. Ужасающих, так скажем, фактов преступления или еще что-либо за эти 10 дней не зарегистрировано. Те преступления, которые были совершены, они, как правило, совершались или на почве в быту, или в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь и неосторожное обращение с огнем стали причиной и большинства новогодних пожаров. За первую декаду января на вызовы спасателей выезжали 25 раз. Что на 50% меньше, чем в новогодние каникулы 2011 года, при которых погибло 2 человека. В прошлом году было 8 погибших. Травмы различной степени получило 3 человека. В ликвидации последствий этого ЧП уже шестой день принимают участие не только вологодские спасатели, но и специалисты из Карелии. Ночью 4 января в Итигорском районе затонула баржа с 600 тоннами железобетона. Препятствий для судового хода и угрозы окружающей среде это ЧП не принесло. Завершить спасательную операцию специалисты планируют до конца недели. Евгений Осколков, Игорь Трифонов. Новости Вологды.